Смотрите, первое, что мы делаем, мы переправляем на ту сторону двоих человек, которые будут вытягивать нашего пострадавшего. В идеале переправлять больше. Почему? Потому что им потом, после того, как они его вытянут, двое надо снять еще. Сегодня вариант. Если тяжело из прыжка, то можно сделать. Блин, где спишь по дереверям? Куда штуки меня? О-о-о-о! Класс! Чем больше вы делаете действий, тем вам тяжелее. Чем дольше вы висите, тем тяжелее вам будет продолжительность. По факту вы особо не отдыхаете, у вас давит все. То есть кислородом нормальные мышцы не насыщаются. За счет этого вы, соответственно, сколько быстрее будете вставать. У нас, ребята, на деревья забирались еще вот таким образом. Это паника, я за что-то не сцепил. Ой! Молодец! Разбег – это максимум шаг, ребята. Раз, и сцепка поднимаем, как бы, ногой. Нет! Долго ползти, ползти. Я устала. Давай, давай. Ну и устала над пропастью. 4 метра. Кидай, как тобой там. Еще. Катрака нет. Кидай, может быть. Отлично. Здесь у нас есть удобные довольно-таки ручки. Мы за них как раз и подцепим наши веревки. Мы это сделаем сразу, просто потому что, а потом не мучится. Спередина и голова. Нам надо сделать так, чтобы у нас центральная точка была ниже всего. В принципе, нормально. Сюда 4 человека будет нужно. Давайте. Первый на голову, второй. На передину и на передину. Четвертый человек. Что он справит сюда? У него должно быть 3 карабина. Для чего это надо, чтобы просто-напросто не слышать человека? Ну, кто точно не вылезет. Потому что самое опасное, что может произойти с человеком в таких носилках, если мы их неправильно свяжем, это он может просто-напросто идти в тюрьме. Между прочим, напоминаю, по протоколу Марч надо разговаривать. Мы только уже 6 минут вяжем. Да. И 9 секунд. Но тут же я так вот для переправы вяжу. У нас другого выхода нету. Комары, блин, чё? Отмахивайся. Навязчивое идите. Доброе, девочки. Последнюю петлю мы оставшийся конец продеваем, но вместо того, чтобы сделать просто петлю без угла, мы делаем восьмерку. За эту восьмерку мы его будем цеплять уже не через переправу. Третий карабин мы сейчас будем крепить сразу на переправу. Почему? Потому что нам надо будет его правильно выставить. Сюда остановится один человек. Давайте, кто-нибудь, и идёшь. Давайте, кто-нибудь получит. Вольтеры, давайте. Поднимайся. Не надо, пусть будет пробить. Второй человек сюда. Женя, отдайся. Смотри, пациент. Ну, меня переправили. Ура, ура, ура.